Кириенко и Чернышенко возглавят рабочую группу по развитию креативных индустрий. Вы видите, ну, насчёт Чернышенко ничего не могу сказать, но, думаю, если его туда засунули, то такой же. А вот Кириенко жулик старый, конечно, со стажем, с огромным. Поэтому раз в группу по развитию креативных индустрий он зашёл, значит, там можно креативненько что-то нормально похитить. Роскосмос начал создавать двигатель для многоразовой ракеты. Вы видите, как здорово. Естественно, им надо что-то создавать. Ну, по крайней мере, на бумаге. Из папье-маши, из пластилина и прочее показывать. Конечно, там ничего не будет. Пока они не построят этот дом Роскосмоса в Москве, за какие-то миллиарды огромные, они, я не думаю, что начнут сколько-нибудь серьёзно заниматься ракетами. Ну, они вообще не будут, пока они там у власти, сколько-нибудь серьёзно заниматься космосом. Потому что главная цель – это похитить. И всё. В России предложили создать электронный кабинет управления правами граждан. Прав нет, а электронный кабинет будет. Прикольно, да? Институт Пушкина назвал самоизоляцию и обнуление словами года. То есть, Институт Пушкина, видите, вынужден вот такие слова, с позволения сказать, ругательства такие, следовательно называть их словами года. Да. Жаль, что не… Мне больше понравилось, если бы словами этого года были слова «дефинистрация», «кол», «трибунал». Да, мне бы это больше понравилось. И Кремль удивил признание обнуления главным словом года. То есть, Кремль – это Песков, он у нас Кремль. Кремль удивился, это значит, Песков удивился. В политической жизни поправки Конституции были чрезвычайно важным событием в политике и жизни страны. Я ещё не увидел удивления, да? Помнишь, как иностранный гость выразил восхищение, да? Никакого восхищения не выражал. Так и здесь, никакого удивления не выражал. Но стало известно, сколько россиян хочет сменить работу. Оказалось, что 43% – это официальные сведения, то есть, это путинские всякие черти там собирают эти сведения. И оказывается, что 43% жителей хотят сменить работу. То есть, иными словами, никого ничего не устраивает. Они хотят сменить не работу, они хотят сменить мир, в котором они живут. А самый простой путь – сменить мир, в котором ты живёшь. Сделать революцию. И мир будет другим. И что бы вам ни говорили, там всякие товарищи, которые начитались много индийской философии о том, что надо начинать с себя, о том, что там мир надо формировать внутри себя и прочее. И что это отражение только нашего собственного «я». Ну, я далёк от солиепсизма, поэтому я материалист. И поэтому считаю, что нужно делать революцию, выгонять. Тогда и отражение собственного «я» будет вот таким. Охеренно будет отражение собственного «я». Охеренно будет отражение собственного «я». Продолжение следует...